Приветствую вас. Давайте мы разберем тематику сожаления о том, что было сделано. Многие люди жалеют о том, что они сделали. Многие люди испытывают вину за то, что они сделали. И многим людям это не дает покоя вообще. Человек испытывает такие переживания, как я мог так поступить. Я поступил ужасно. Я никогда бы не поступил так. Теперь, как мне это исправить? Вина, злость и прочие неприятные чувства преследуют человека. Я предлагаю посмотреть на эту ситуацию с двух позиций, о которых люди забывают. Понятно, что есть индивидуальные особенности, и индивидуальные особенности нужно разбирать. Вот человек, сожалеющий о том, что было, о том, что он сделал, но это человек, у которого есть проблемы, помимо того, что он жалеет о том, что он сделал. Сожаление о чем-то, такое сильное, токсичное, отравляющее, тяжелое. Понятно, что все сожалеют о том, что они что-то сделали, но, к сожалению, это нормально, чтобы напоминать себе о том, как поступать ненужно. Это нормально, нормально, но когда это вот контоминируется на все сферы человеческой жизни, вот это очень неприятно, тяжело, болезненно, а самое главное, патологично. Первый пункт – это наши желания. Дело в том, что когда человек поступает определенным образом, он чего-то хочет, и для него вот эта потребность формируется в наилучшее решение в данный момент. Дело в том, что когда человек сталкивается с последствиями своих решений, с результатами своих действий, он забывает о том, как правило, чего он хотел. Он забывает о своих желаниях. Он забывает о том, что к чему он стремился. Потому что его внимание произвольно, нет, неправильно, непроизвольно переключается на результат. Я хотел помочь человеку, в итоге человек пострадал, как я мог так поступить и так далее. Здесь забывается то, что я хотел помочь. Здесь это забывается. Происходит такое расщепление, как бы. Поэтому напоминание себе о том, чего я хотел, к чему я стремился, очень важно. И вторая позиция, которая является очень важной и центральной в парадигме общего представления о сожалении. Это наилучшее решение. Как я уже сказал, человек, находясь в определенной позиции, и находясь в состоянии определенной потребности, чего-то хочет. И он то, что хочет, представляет в форме наилучшего решения. Вот ему кажется, что то, что он хочет, лучше всего сделать именно так. Здесь нужно понимать, что наилучшее решение видится человеку только исходя из его позиции, участника ситуации. То есть, находясь в позиции, когда я могу реально повлиять на какое-то событие, я могу реально повлиять на что-то, что мне видится наилучшим решением вот Эппа. И у этого, у этой позиции есть свои ограничения и есть свои плюсы. Плюс в том, что я могу реально что-то изменить, повлиять, воздействовать. А минус в том, что я нахожусь в этой ситуации. Я нахожусь в ситуации, нахожусь в событии, нахожусь в происшествии. Я являюсь его участником. После того, как решение было принято, действия были совершены, человек выходит из позиции участника и становится наблюдателем. Ну, чаще всего наблюдателем человек становится в такой полуретроспективной форме. То есть, человек видит ситуацию, видит то, как он поступил, но теперь к этому прибавляется еще и последствия. И здесь очень важно понимать, что в позиции наблюдателя также присутствуют свои ограничения и присутствуют свои плюсы. Плюс заключается в том, что мы видим ситуацию более полную. Силу и силу ее завершенности. Или, по крайней мере, субъективные завершенности. То есть, я был в ситуации, я принял лучшее решение, как мне казалось. И я совершил поступок. И ситуация закончилась. Все. Она приобрела целостную форму. Она приобрела целостную форму. И я в этой ситуации уже не участвую никак. Но я ее теперь вижу более полно. Но повлиять на нее я уже не могу. Вот это характеристика позиции наблюдателя. Как мы понимаем, позиции наблюдателя – это та позиция, которая отличается более полным представлением, более полным знанием о ситуации. Потому что теперь это уже знание как бы со стороны. Оно не изнутри. И оно не ограничено. Но в то же время, плата за это заключается в том, что мы больше не можем на ситуацию повлиять. И вот получается такая интересная история. Когда человек перестает быть участником и становится наблюдателем, он получает более полное знание. Именно в силу того, что он становится наблюдателем. И если ему результат не нравится, то есть если получилось плохо, например, хотел помочь человеку, а он пострадал, то наблюдатель, видя, что не получилось, человек начинает предъявлять требования к себе так, как будто бы он участник. Потому что сознание инертно и не всегда успевает перестраиваться. А у некоторых не перестраивается, в принципе. Не происходит замечания того, что я уже не участник, я наблюдатель. И получается в нашей ситуации, что наблюдатель начинает предъявлять требования к себе, или человек в роли наблюдателя начинает предъявлять к себе требования так, как будто бы он участник. А он уже больше не участник. И вот именно из-за того, что я не замечаю, когда моя позиция перетекает из участников наблюдателя, возникает вот это вот токсичное сожаление о том, что я сделал. Люди, которые сожалеют о том, что они сделали тяжело, они находятся фактически в позиции наблюдателя. Но они думают до сих пор, что они находятся в позиции участника. Они не перешли в позиции наблюдателя полностью. Они этого не заметили. Им кажется, что они еще могут что-то изменить. А это не так. И отсюда возникает, в общем-то, страдание. Я прошу отдельно заметить, что речь идет не о всей структуре вины за то, что я сделал, а только сугубо о ситуативном обвинении себя за то, что я сделал. И если человек в целом не склонен себя винить за какие-то действия, которые он совершил, но так получилось, что ситуация сложилась таким образом, что человек себя начал винить. Вот этот подход, это видение, это структура, опция может помочь. Но если человек всегда винит себя за то, что он сделал, и в принципе боится совершать какие-то действия, боится ошибки и так далее, то эта конструкция мне поможет. Она является очень поверхностной, очень неглубокой, и как мы видим, она является носителем, так скажем, здравого смысла. Не всегда здравый смысл может помочь решить проблему, особенно если человеку необходимо себя винить, если у человека есть вторичные выгоды, себя винить за то, что он сделал. Вот. Поэтому данную конструкцию не стоит рассматривать как панацею. И не стоит удивляться, если это не помогает. Вот. Абсолютно не стоит не стоит удивляться. Если это не помогает, это означает, что проблема глубже. И если человек всегда винит себя за то, что он сделал, эта конструкция сто процентов не поможет. Вот. Все, что в данном случае я сделал, это попытался сформировать некую точку зрения здравого смысла на ретроспективное обвинение человека за то, что он ошибся. Если мы сталкиваемся с такими явлениями, как перфекционизм, неадекватные требования к себе, страх наказания, то эти конструкции не помогут в решении данных проблем. Эти проблемы глубже. но мне кажется, что вполне способны немножко облегчить существование человека, если он всерьез примет эту парадигму с участником и наблюдателем. Понятно, что здесь можно приблизить опыт сказать, что только что-то сделав, и получив обратную связь, человек получает опыт, понимает, так можно делать, так не нужно делать, и так далее, и так далее, и так далее. Это все верно, но это все же уже немножко другая история. Это уже больше история про личность, это история про выбор, про ценность, и так далее. это не совсем относится, относится чисто к сожалению. А вот чисто функциональное, функциональное, или техническое, если хотите, отображение того, как происходит сожаление человека о том, что он сделал, передается через совокупность участника и наблюдателя по отношению к одной и той же ситуации. И эта формация позволит на уровне здравого смысла, на уровне когнитивно-поведенческом облегчить себе момент проживания этого. Никуда не денется боль, никуда не денется обида, никуда не денется страх, и никуда не денутся требования к себе. это все никуда не денется, это требует отдельная работа. Но это подспорье, это подспорье, которое мы с вами. Вот на этом все. Это то, что я хотел сказать сегодня. Всем удачи, всем пока, и буду благодарен, если поддержите мою работу. Вот ссылочки я оставлю в описании. в описании. Удачи! 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 Удачи!